И снова здравствуйте или всем приветики! В общем, вы знаете, что я недавно стала обладательницей шикарного автомобиля! Причем не просто автомобиля, а барби автомобиля мы его вместе с вами собирали, надували, в общем разбирались в его сумасшедших характеристиках и знаете, мне уже тяжело держать камеру. В общем, суть в том, что я решила в этом автомобиле провести 24 часа. Я реально хочу провести в нем 24 часа, снять такой челлендж. Смотрите, в нем уже поселились новые обитатели Фруня и Гуня. На самом деле я только что придумала их имена, но это реально Фруня, это Гуня. Давайте вы свои имена для вот этих вот обитателей моего автомобиля придумайте и напишите в комментариях. Итак, на самом деле я уже здесь подготовилась, немножечко подготовила площадку для моего 24 часа челленджа. Я соврала всякие разные вкусняшки, всякие разные приколюхи, развлекухи. Мы даже сегодня сделаем слайм. Ну я, по крайней мере, надеюсь, но на самом деле я прям нашла специальный барби набор, чтобы сделать суперслайм. Сейчас вам покажу, что у меня есть. Итак, как видите, у меня есть два пакета. Красный и серый-синий. Вот догадайтесь, в каком пакете еда. Я специально отведу подальше, чтобы вам не было видно, а в каком еда развлекаловка. И пишите свои варианты. В красном или сером у меня находится еда. Давайте на счет три. Один, два, три. Вы прямо сейчас пишите в комментариях, а я лайкаю ваши комменты. Ну а теперь смотрим, что же здесь у меня находится. На самом деле в красном пакетике у меня есть всякая еда, а вот в этом пакетике всякие развлекушки. Так что будет весело. Я очень надеюсь. Я, видите, готовилась прям, чтобы мне не было скучно. И да, у меня здесь есть два пледа. Кстати, один плед я хочу постелить туда вниз, потому что, ну, все-таки холодно, знаете ли, сидеть на полу. Тем более у нас уже отключили отопление, поэтому один пледочек желтый я сейчас постелю, а другом, другим, вернее, пледочком, если что, буду потом укрываться. Нифига себе, это прям супер-пупер лухарь и лоджия получается. Вы посмотрите, какая красота. Блин, теперь это не видно, то, что это прям барби-автомобиль, поэтому я просто постелю плед вниз, вот так, чтобы мне просто было удобно, мягко и приятно сидеть внизу, блин. Получается, какая-то фигня придется плед сложить как-то. Короче говоря, норм. Теперь Фруню и Гуню сажаем сюда, на их почетное место. Ну, а теперь погружаемся в этот мега-корабль. Кстати, все шарики, смотрите, у меня теперь на полу. У меня здесь есть специальное кольцо для них. Ну, в смысле, кольцо обычное, шарики обычные, но я подумала, что почему бы и нет, не совместить приятное с полезным, полигарать, волейбол, спорт, все дела. И тем более тут шарики такие прикольные есть. Садимся. Блин, это офигенно. Это теперь так мягко, вы посмотрите, какой классный мягкий плед. Кстати, да, постоянная рубрика «Носочки». Пишите в комментариях, в каких вы сейчас носочках. Мы будем с вами, друзьяшками, будем знать, кто в каких носочках находится. О, еее, это просто прекрасно, слушайте. Если бы у этой тачки еще была бы такая штука, на которой можно классно облокачиваться, типа как этот диван, это была бы просто незаменимая вещь вообще. Ну и так, знаете ли, эта тачка тоже такая нехиленькая. Ну, а теперь я с Фруней или с Гуней, честно говоря, не помню, как его уже зовут, ты Фруня или Гуня, чувак. В общем, неважно, они братья, поэтому они не обижаются, когда я их так называю. Теперь у нас, наверное, знаете, что я хочу сделать? Я хочу вам показать, что же я взяла вкусные каи. Офигеть, она тяжелая, я просто в шоке. Честно, я думала, что еды там мало. Не, на самом деле там не так уж и много еды, как мне кажется. Итак, анпакинг моей еды на сегодня. Это сок палки, который я уже выпила немножечко, совсем чуть-чуть попила, чтобы вы понимали. Это самое важное. Да ладно! Собственно говоря, салфетки с моим изображением. Это же Макдональдс! Как вы понимаете, я за правильное питание. Как вы думаете, что у меня лежит в этом пакетике Макдональдс? Прямо сейчас пишите в комментариях, интересно вы догадаетесь или нет. Но реально, пишите в комментариях, мне будет интересно почитать ваши предположения, что же лежит в этом пакетике Макдональдс. И здесь я открою сейчас вам занавесу тайный. Мне кажется, никто не ожидал, все в шоке. Но это морковные палочки. Их у меня знаете сколько здесь? Сейчас покажу. Один. А, это яблочные дольки. Один яблочный долька. Два морковная палочка. Два морковная яблочная долька. Ну, в общем, вы поняли. Вторая пачка яблочных долек. И еще одни морковные палочки. И еще одни яблочные дольки. Короче, всего по три штуки. Я тут решила немножечко последить за своим питанием, все дела. Поэтому у меня сегодня вот такой вот прекрасный рацион. На самом деле я уже съела сегодня утром мороженое, а именно Макфури. Но с утра, как говорится, можно. И еще здесь куча всего. Как вы видите, у меня реально правильное питание. Очень правильное питание. Киндер-сюрпризы являются неотъемлемой частью правильного питания. Но они, конечно же, все барби. Чтобы вы понимали, я просто не могла пройти мимо. Мне же нужно будет сегодня заниматься все это время. Поэтому я буду распаковывать по несколько киндеров. По два, наверное. На каждом приеме пищи. Шучу. Сегодняшний челлендж будет максимально веселый. Это, конечно, неправда. Есть еще огуша. Я люблю такие штучки, типа пюрешки, водичка. И вы просто посмотрите на это. Скажите, что это очень мило. Ну, это же очень мило. Это настоящие... Ну, скажите, что это самые милые упаковочки, которые видели. Ну, это же очень милые штучки. На самом деле, купила только из-за упаковки. Это такие дрожжи. Вот это ленивец со вкусом черники вроде бы дрожжи. А это с ароматом перечной мяты. Честно, хотела взять одну, но не смогла определиться. Пришлось брать две такие шикарные штучки. Кстати, если вы еще не заметили, я даже специальную толстовку взяла для этого челленджа. Я ее прям специально даже купила в армии, чтобы вы понимали. Первым делом надо, конечно же, что сделать? Надо, конечно же, пожрать. Поэтому открываем яблочные... Что это? Это вообще морковка. Это мой яблочный. И, собственно говоря, всем приятного аппетита. Первым делом у меня будет завтрако-обед. Потому что я уже на самом деле позавтракала в Маклуре, как уже я и сказала. Но теперь у меня будет полезный завтрак. Я хотела вас спросить, что вам нравится больше? Яблочные дольки или морковные палочки. Проголошу, чего здесь. Знаете, о чем я не позаботилась? О том, что мне нужно будет куда-то девать мусор. И это очень плохо. Я уже съела свои яблоки. И я не знаю, куда деть это. Окей, гайз. После плотного обеда нужно хорошенечко, что? Правильно. Поработать. Но поскольку я сейчас уже и так, типа, работаю. Я не занимаю видос. Шутка. Это не работа, конечно же. Я хочу сейчас почитать вот такой вот супер-журнал, который называется «Все звезды». Это просто журнал моего детства. Я вчера его увидела в магазе. И такая, что, простите, он до сих пор продается. И как бы, типа, да. Так что приятного мне прочтения данного журнала. И у меня такое чувство, что у меня морковка в зубах. Реально. Знаете что? Мне кажется, Денис просто отписывается. Смотрите, какой здесь плакат. Это Фредди Меркури. Он его просто обожает. И я просто в шоке. Типа, что? Обалдеть. Ну и тут, конечно же, есть графики фолз. И, собственно говоря, что тут еще есть? Френд-зона. Я не смотрю. Я таких не знаю, чуваков. Если вы не знаете, пишите, кто это. Хотя там написано. И это Академия Амбрелла. Ну, судя по тому, какие здесь прикольные герои, мне кажется, мне стоит его посмотреть. Кто смотрел Академию Амбреллы, пишите в комментариях, как вам такой сериальчик. Хотя, может быть, это вообще фильм? Короче говоря, я не в курсе. Знаете, чем я сейчас занимаюсь? Ну, в общем, вы догадались, да? Маша Зум зарабатывает 5 баллов. Самые внимательные наверняка уже заметили, то, что у меня там, вот там, вот там, вот, есть вазы с водой. Вы, наверное, такие думаете, зачем ей эти вазы? Может быть, она будет выращивать цветы? Но нет, нифигашечки, у меня есть кое-что более интересное. Сейчас я вам покажу. Короче, в моем чудо-пакете есть вот такие вот штучки. И где-то еще есть. Вот такая вот. Это типа шипущие бомбочки, которые нужно бросать в воду. Вы сейчас сами все увидите. Давайте без лишних слов сделаем анбоксинг вот таких вот прикольных игрушек. Честно говоря, сама их еще ни разу не распаковывала, но очень сильно хочу это сделать. Так что погнали. Прошу вашего внимания, вот такая вот миленькая маленькая бомбочка для ванны, которую еще нужно распаковать. 100-500 миллионов упаковок. Та-дам! Бомбочка с собственной персоной. И я сразу же распакую вторую бомбочку. Кстати, это шопкинсы, я вам не сказала. Это не просто там какая-то фигнюшка, это прям реально коллекционные игрушки. Я собирала маленьких шопкинсов, несколько пакетиков покупала, но вот таких вот у меня не было. Смотрите, мне должна попасться одна из вот этих вот. Но поскольку у меня здесь две бомбочки, мне должно попасться две такие прикольные штучки. Итак, теперь я готова наконец-таки эти бомбочки погрызать в ванную. Ну, вернее, в воду. В вазы. Короче, погнали. Опускаем первую бомбочку. Вы готовы, дети? Да, капитан! Меня не слышат. Да, точно, капитан! Пуск! И опускаем вторую бомбочку. Пуск! Боже мой, боже! Ну, если честно, они там так долго шипят. Я думала, намного быстрее весь этот процессинг произойдет, но что-то как-то нифига подобного. Ну, и где мои игрушки? Спрашивается, где мои игрушки? О-о-о! Она такая милая, вы посмотрите! О-о-о! Боже, что это такое? Я не понимаю. Это... А-а-а! Это типа мороженка. Вот, скиньте. Мороженка! О-о-о! Здесь еще одна игрушка. Офигеть! Это... Это, наверное... Я не понимаю, что это. Смотрите, пожалуйста, кто это. Это, наверное, виноград. Всем детям рад. Сочный, спелый виноград. А здесь у нас еще все не растворилось. Смотрите, как это прикольно выглядит. А-а-а! То есть, зря я это не делала. Самое главное, чтобы были не повторки. И это у нас колбаса. Блин, это что, реально колбаса, что ли? Смотрите, какая она веселая. Come on, baby! Что это? Это смурфик? Почему в шопкинсах смурфик? Ну, на самом деле, наверное, это какой-то десерт. Но, если честно, мне не совсем понятно. Кто знает, что это за чудик, пишите в комментариях. Потому что что-то мне как-то... Мне совсем понятно, что это за такой фрукт, овощ, продукт. Как хорошо, что я себе взяла, конечно же, салфеточки. Потому что кто Маша? Маша свиняша. Тут у меня такая дичь сейчас творится. Это просто жесть. Мусор, грязь. Это вообще трэш какой-то. Ну, вы посмотрите на них, посмотрите. Выстроились они, красотки стоят, значит. А то, что они здесь насрали, и мне теперь это все убирать, как бы их не волнует. Ну, не волнует их, вы понимаете, да? Казалось бы, ничего не предвещает беды. Но вдруг на территорию автомобиля ворвались злостные ноги и начали бибикать в бибикалку. Честно говоря, хочется спать. Знаете что? Пришло время распаковать свитбокс. Блин, я даже не знала, что у меня есть свитбокс. Но у меня реально есть свитбокс с Барби. Первым делом давайте посмотрим, какие же куколки у меня сегодня попались. Но самое главное, это, конечно же, не куколки, а мармеладки, которые здесь находятся. Я их просто обожаю. Но почему их всегда так мало? От этого очень печально. Первым делом достаем что? Конечно же, лист коллекционера. Профессия художник. Давай вместе научим писать портреты. Блин, она такая красивая. Ну, как бы типа ожидания, смотрите. И реальность. Не знаю, там, конечно, камера сейчас сфокусируется или не сфокусируется. Надеюсь, что сфокусируется. В общем, но она симпатичная. Мармеладки. Самое главное, придерживаться правильного питания. Нифига. Профессия стилист. Давай вместе выберем наряды для каждого мероприятия. Такие вот прекрасные куколки мне попались. Стилист и художник. И знаете, в чем самый прикол? В том, что здесь есть прикольные задания. Профессия стилист. Давай вместе выберем наряд для каждого мероприятия. Выпускной бал, пикник, поход в кино, день рождения, свадьба. Слушайте, а чем отличается платье от вечернего, которое ты одеваешь на выпускной бал, и от того платья, которое ты одеваешь на свадьбу? Ну, то есть тут нету платья, которое нужно одеть на свадьбу, именно то, которое свадебное. В общем, давайте вы сами решите эту сложную задачу от Барби и стилиста. Хотите посмотреть, как выглядят вот эти вот дрожжешки внутри упаковки? Я просто в шоке. Я думала, они просто насыпаны. Нет, они, короче, ну, типа насыпаны и сверху у них... Ну, в общем, вы поняли. Та-дам! Смотрите, что у меня есть. Да, это два набора «Сделай слайм». Ну, знаете, в чем прикол? Я сейчас их протестирую, но тест этих наборов я, наверное, не буду вставлять в это видео, а вставлю... Ну, в общем, будет отдельное видео на моем слайм-канале, Zoom Slime, так что переходите прямо сейчас. Оно стопудово вышло одновременно с этим видосом, в одно время, в один день, в одном месте. Короче говоря, срочно переходите на канал Zoom Slime, и там вы увидите распаковку и обзор двух этих наборчиков. Видимо, это будет битва Барби против холодного сердца, за кого вы топите. Прямо сейчас пишите в комментариях. Холодное сердце или Барби, я, как вы понимаете... Ну, в общем, я не буду озвучивать, за кого я, но здесь и так все понятно. Кстати говоря, у меня есть три слайма. Я взяла вот такой вот слайм, я, честно говоря, им не играю. Вот такой вот слайм, им тоже, честно говоря, не играю. А вот этот слайм я просто обожаю, и, блин, он у меня немножечко открыт. Оу, е! Ой, очень неудобно на самом деле играть со слаймами в этом супер-пупер-мега автомобиле. Даже есть шармик. Сейчас я вам его покажу. Ну, вот такая вот милашка. Он так божественно пахнет и божественно рвется. Почему? На самом деле знаю, почему он просто очень холодный. Потому что на полу очень-очень холодно. Жизнь за кадром челленджа 24 часа. Выглядит как-то так. Посмотрите на мою розочку. Хватит смотреть на Баксика. Смотрите, какую классную сделала. И мы получаем волос в слайме. И собака здесь бесится. А теперь давайте похрустим этой мега розочкой. Играть со слаймом в машине. Батсон, у меня проблема. Я не могу закрыть слайм. Он очень сильно увеличился. Капец, и что мне теперь делать? Я его не могу здесь оставить. Поэтому выкидываем его за борт. Ребят, вы просто посмотрите. Он пришел и ест мои яблоки. Которых и так у меня мало. Это, конечно, неправда. Я сейчас буду распаковывать с вами 5 этих замечательных киндер-шерпризов. По-моему, у меня их было 6. Да, у меня их реально 6. Я думала, все, уже один киндер съел Денис. К нам рвется. К нам кто-то рвется. Он хочет выкрасть меня из этой тачки. Спускайте монстра. А-а-а! Монстр! Макс, ты боишься монстра? Ты знаешь, что к нам пытался ворваться монстр? Поговаривают, что это был ты. Все доказательства против тебя. Он так же скребется, как и ты. И так же, вот так же хрюкает. Говорят, что это ты был. А что ты меня целуешь? Это не йогурток паснет. Он меня целует. Он пил йогурт. В общем, у нас сейчас предстоит распаковка. Ты будешь распаковывать вместе со мной? Хватит дышать в микрофон. Скажи всем привет. Он вас облизал очень жестко. Надеюсь, вам было приятно. Это было АСМР от Баксика. У нас с вами есть 6 киндеров. На один киндер покушается Баксик. На второй тоже покушается Баксик. Короче, давайте их в темпе вальса распакуем. И посмотрим, какие Барби мне сегодня попадутся. Напоминаю, я собираю целую коллекцию. Погнали. Такая у меня уже есть. А такой у меня нет. Сейчас соберем. Это Барби Диджей. Барби Диджей. Эй, Диджей. Эй, Диджей. Ла-лай. Ла-лай. Боже мой, когда я прекращу петь, мне кажется. Вы уже там все оглохли. Та-дам. Первая Барби в моей коллекции. Ну, вернее сказать, новая Барби в моей коллекции. Идем дальше. Нет, не идем. Я еще не приклеила вот эту штучечку. Поньк. И теперь готово. Ого. Такая у меня тоже есть. Это Барби Повар. Ой. Такая тоже есть. Это Барби Художник. Или Барби Принцесса. Ну, в общем, это Барби Художник. Вот эта штучка она рисует. Так что тоже стороночку убираем. Ой, такой точно не было. Это Барби с крутой штукой. Смотрите, вот этой штукой можно рисовать. И я даже не знаю, что... А, это не профессия. Это другая, смотрите, коллекция. Есть две коллекции Барби. Если кто не знал, есть Барби профессии, а есть просто Барби. Привет, Барсик. Меня зовут Барби. Я твоя принцесска. На тебе, я сожру твою сумочку. На, я сожру твоё платьиско. Прикольно. У меня даже такая подставка. Классная, крутая, модная. Эта Барби мне нравится. И у меня осталось последнее яичко. Хоть бы здесь была Барби профессия. А у меня, походу, уже все есть. А, нет, у меня нету балерины. Вот такой вот стопудово нет. И что же здесь? Что же, что же, что же, что же, что же, что же. Бакс, как ты думаешь, здесь будет балерина? А вы думаете, как вы думаете, что? Кто здесь будет, балерина или нет? Ииии... Ой, да неужели. Так, что ли, реально? Нет, блин. А, ну такой у меня тоже нету. Это Барби Химик или кто это? Гасяна модная, смотрите. Вот это что такое? Кто вам объяснит, что за дрель в Барби? Ну или как это штука на дрель называть, я не знаю. Вы сейчас увидите, как Баксик любит бумажечки. Хлебом не корми, дай бумажку пожевать просто. Жиза вообще. Я не знаю, у меня в одной собака так себя ведет. Но он все бумажки по дому собирает. Чики вот такие вот. Не знаю, может, а мопсы только такие. У кого собаки делают так же. Он все вообще жрет, все бумаги. Знаете, шо? Шо? Шо я хотела вам сказать? Шо мы не собрали с вами вот этот вот милейший пазл? Май литл пони. И, кстати говоря, он перевернут. Таким вот образом он выглядит. Это просто изи пазл. Это максимально большой пазл из 35 элементов. Давайте скорее его соберем. Прозроченный календарь на 2018 год. Просто 2018 год. Ребята, камон. Я думала, там будет несколько маркеров. Здравствуйте. Маркер? Ну, тут написано, типа, маркер с блестками в подарок. Я думала, что маркер с блестками в подарок. Хорошо, что хотя бы розовенький. Короче, вот такая вот вечеринка. Вот такой вот пазл. Он здесь разлетелся у меня немножечко. Но ничего страшного. Сейчас, как говорится, погнали его собирать. Ну, в общем, вы поняли, да? Я собрала этот чудеснейший пазл. Не прошло и полугода, как я его собрала. На самом деле, не так то, что и просто было. Не, на самом деле, я его собрала, наверное, минут за пять, за десять. В общем, не важно. Я увлеклась. Было прикольно. Кстати, да, я собрала всю свою коллекцию. За сегодняшнее видела. Всех куколок поставила. Вот она, видите, правда валяется. Она не стоит. В общем, вот такие вот Барби мне сегодня попались. Смотрите, как я классно здесь обустроилась. Это просто идеальное сонное гнездышко. Особенно, мне кажется, игрушкам здесь неплохо-то живется. Надеюсь, что вам понравился этот супер-пупер-мега челлендж в машине 24 часа. В общем, не забудьте там поставить лайк, если вам нравятся 24 часа челленджи. А также напишите в комментариях, где мне провести следующие 24 часа. Но на этом все. Я вас очень сильно всех люблю. Всем спокойной ночи. Если вы вдруг ложитесь спать, как я. Или доброе утро, если только что проснулись. Или просто всем хорошего дня. Ну, а я вас очень сильно всех люблю. Увидимся совсем скоро. Отскажите всем пока.